Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Мы с тобой одной крови, ты и я. В имене Перуна приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. На определенном этапе развития человечества формируется особая прослойка людей. Главный род деятельности, их профессиональные, заключается в том, что они должны лгать. Они зарабатывают себе на жизнь враньем. На нашем канале у нас уже есть видео про софистов. А давайте рассмотрим с двух противоположностей. С современной буржуазной точки зрения, которую нам нарисует чат GPT, что такое софизм, и что такое софизм, софистика с пролетарской точки зрения. Мы будем использовать Большую советскую энциклопедию, которая была написана еще при демократии и пролетариатах. Итак, чат GPT. Софизм. Это логический или риторический прием, представляющий собой кажущееся правильным, но на самом деле ложное или вводящее в заблуждение рассуждение. Софизмы часто используются для того, чтобы создать впечатление правоты или убедить кого-то в чем-то с помощью обманных или неправомерных доводов. Исторический контекст. Термин софизм происходит от древнегреческого слова «софизма», что означает «мудрость» или «искусное рассуждение». В Древней Греции софисты были учителями риторики и философии, которые обучали искусству аргументации. Однако со временем слово «софизм» стало ассоциироваться с манипулятивными и обманными аргументами, которые софисты использовали для того, чтобы победить в споре независимо от истины. Вот так и произошло. То есть изначально хорошее слово. Тут я сейчас с чатом GPT его тоже согласен во всем. Абсолютно верно пишет. И с пролетарской точки зрения, на самом деле, тут тоже достаточно мудро написано. Изначально софизм, было оно хорошее слово, означало что-то хорошее. Но в итоге подменилось подменой самого понятия. Ужас, да? Примеры софизма. Ложная дилемма. Это представление двух противоположных вариантов, как единственно возможных, исключая другие. Например, либо вы с нами, либо вы против нас, что исключает возможность нейтральной позиции. Здесь не про закон исключенного третьего идёт. Это не об этом, если кто не понял. Тут именно, ведь есть бывает же нейтральная позиция. Бывает. Такую часто занимают люди. Это тебе не буржуазии пролетариат. Хотя даже между ними бывает, так сказать, я нейтрален, я нейтрален. Но, когда вступаем мы по поводу противоречия, класс эксплуататоров и неэксплуататоров. О, то ты с кем? Если ты не с эксплуататорами, значит ты с эксплуатируемыми. Понимаете? Вот тебе прикол. В итоге, просто, к чему тут доводится дело? В итоге должно быть бесклассовое общество. А если ты преследуешь элементы, что я не за пролетариат, но я и не за капиталистов, то ты в итоге становишься на точку зрения капиталистов. Почему? А потому что, если пролетариат не победит, то победят капиталисты в итоге. И они все уничтожат, и тебя тоже. А значит, ты занял их позицию, значит ты выступил на их стороне. А если ты выступил на стороне пролетариата, то значит ты победил буржуазию. И в итоге пролетариат сам себя ликвидировал тоже, как класс. И у нас получилось бесклассовое общество, которое перейдет в общество, где у нас будут функциональные сословия, можно так сказать. Может не совсем правильный, корректный термин, но он приблизительно такой. Можете предложить получше. Вот в чем прикол. Так, второе. Уклонение от темы. Это re-tiring. Введение в обсуждение новой темы или отвлекающей информации для того, чтобы уйти от первоначального вопроса. Например, в ответ на вопрос о коррумпированности политика утверждать, ну посмотрите, сколько хороших дел он сделал. Еще в случае, когда ты отвечаешь на эту тему, на заданную, да, а тебе говорят, ты не ответил на мой вопрос. Как это так? Я же отвечал. Ну либо ты с идиотом общаешься, либо против тебя применяют софизм, что ты не ответил, дескать, ты поднял новую тему, а ты просто отвечал на вопрос. Иногда тебе тоже так парило. Идем дальше. Третье. Argumentum ad hominem. Нападение на личность оппонента вместо обсуждения сути аргумента. Например, вы не можете быть правы в этом опросе, потому что вы не ученый. Вы не ученый. Это тоже бывает действует в обратную сторону. Ты в этом не сведуешь, ты этого не знаешь. Ну только вот, допустим, я знаю, я тебе сейчас расскажу. Ну вот так. Сейчас дойдем. Скользкий склон. Это слип-рислоп. Утверждение, что одно действие неизбежно придет к цепорчике нежелательных событий без достаточных доказательств. Наверное, лучше было бы сказать без закона достаточного основания. Например, если мы разрешим студентам пользоваться калькулятором на экзаменах, вскоре они не смогут считать в уме. Значение и использование. Софизм часто используется в политических дебатах, рекламных кампаниях и риторике для манипулирования мнениями и убеждения людей без предоставления логически обоснованных аргументов. Понимание и распознание софизмом важно для критического мышления и способности анализировать аргументы на предмет их логичной обоснованности. Заключение. Софизмы представляют собой мощный инструмент риторики, который может быть использован как во благо, так и во вред. Умение распознавать софизмы помогает избегать логических ловушек и лучше понимать природу аргументов в дебатах и обсуждениях. На самом деле, очень неплохо тут написано. На мой взгляд, здесь все очень хорошо. Перейдем к большой советской энциклопедии первого издания. Мы часто на нее ссылаемся. Это том 52, сознание, стратегия, год 1947. Софизм. Неправильный, обманчивый довод, вводящий в заблуждение. Софистика. Греческая это софистика. Применение в споре или в доказательстве неправильных, обманчивых доводов, всякого рода словесных уловок. Первоначально в Древней Греции слово софистов сначала мудрец, учитель мудрости. Они же были софисты. Однако, в дальнейшем, слово это приобрело порицательное значение. В отличие от паралогизма, который является непреднамеренным нарушением правилам логического мышления. Софисты, либо софистика, есть умышленное, преднамеренное нарушение логических правил умозаключения для того, чтобы ввести в заблудение. Видите, и чат GPT не расходится сейчас с нашей большой советской энциклопедией. Софистика коренным принципиальным образом отлична от диалектики. Диалектика рассматривает каждое явление в неразрывной связи с другими явлениями. А софистика прибегает к произвольному выхватыванию отдельных явлений или отдельных сторон явлений из их всеобщей связи. Для софистики достаточно внешнего сходства явлений, взятых изолированно от конкретной исторической обстановки, для того, чтобы отождествить различные по существу явления, происходившие в различных исторических условиях. Софист выхватывает один из «доводов» и еще Гегель говорил справедливо, что доводы можно подыскать решительно для всего на свете. Диалектика требует всестороннего исследования данного общественного явления в его развитии и сведения внешнего, кажущегося коренным движущим силам к развитию производительных сил или классовой борьбе. Это Ленин, сочинение, том 18, страничка 247-248. В отличие от диалектики, которая рассматривает понятие как отражение объективных закономерностей, софистика применяет понятие произвольно, субъективно, не заботясь об их соответствии объективно существующим вещам. Подвижность и гибкость понятий она не подчиняет объективным отношениям материальной действительности. Характеризуя различия между диалектикой и софистикой, Ленин писал, всесторонняя универсальность, гибкость понятий, гибкость, доходящая до тождества противоположностей, вот в чем суть. Это гибкость, примененная субъективно, эклектика и софистика. Гибкость, примененная объективно, то есть отражающая всесторонность материального процесса, и единство его, есть диалектика, есть правильное отражение вечного развития мира. Это Ленин философские тетради 1938 года, редакция получается, ну не редакция, выпуск, страничка 110. Для софистики характерна подмена подвижности, изменчивости вещей субъективистским принципом относительности, релятивизм, то есть возведение относительности в принцип всякого знания, служит для софистики прикрытием отрицания объективности суждения и определенности вещей. Релятивизм противопоставляет относительность истины, ее объективности, отрицая объективность познания. И в науке, и в политике софистика всегда выполняла реакционную роль. В науке она подрывала доверие к познавательным способностям разума и их достоверности познания. И в политике враги и предатели революционного движения всегда прибегали к софистике для оправдания и маскировки своих взглядов. Выступая против подмены диалектики и софистикой, Ленин писал, что диалектику никогда не следует смешивать с вульгарным приемом оправдания зигзагов политических деятелей, переметывающихся с революционного на опортунистическое крыло партии, с вульгарной манерой смешивать в кучу отдельные заявления, отдельные моменты развития разных стадий единого процесса. Истинная диалектика не оправдывает личные ошибки, а изучает неизбежные повороты, доказывая их неизбежность на основании детальнейшего изучения развития во всей его конкретности. Это Ленин сочинение том 6, страничка 326. Я вам так скажу, Ленин тоже умел софистики. О, примеры, примеры приведет. Ага, Ленин юрист, все, что тут приводить еще какие-то примеры. Вы знаете, при капитализме, если юрист не владеет софистикой, извините, это не юрист, он просто не выживет, у него, ну это невозможно, потому что вся юридическая система буржуазного общества держится на подмене понятий. Софисты это древнегреческие философы и ученые, представители просветительного движения, возникшего в 5 веке до христианской эры, в периоды рассвета античной рабовладельческой демократии. Греческое слово софист, мы уже говорили, означало мудрец. Главной своей задачей софисты считали распространение знаний в широких слоях населения сначала. Большое внимание уделяли они вопросам общественным. Многие из них, протагор, горги, гиппи, продык, антифонд, принимали активное участие в политической жизни на стороне рабовладельческой демократии. И антидемократическому крылу софистики принадлежал калик, гиппадам, критий, вождь 30 афинских олигархов, тиранов. Крупнейшие из софистов были выдающимися учеными и мыслителями своего времени. Философские взгляды софистов не представляют собой вполне однородного явления. Наиболее характерной чертой общей софистов является их релятивизм, убеждение в относительности всех человеческих представлений, этнических норм и оценок, выраженное протагором в знаменитом положении. Человек есть мера всех вещей существующих, в том, что они существуют и несуществующих, в том, что они не существуют. Я понимаю, это софисты. Различают старшую и младшую группы софистов. К старшей относятся Протагор, Горгий, Гиппи и Продик. Протагор был материалистом и сенсуалистом. Он учил о текучести материи и об относительности всех восприятий. Некоторые софисты приходили к скептическим выводам относительно бытия его познания. В конспекте лекций Гегеля по истории и философии Ленин отмечает, что, например, учение Горгия есть не только релятивизм, но также и скептицизм. Это Ленин в философской тетради, 38-й год, страничка 279. Горгий выставил три положения. Первое. Ничто не существует. Второе. Если бы ничто и не существовало, то оно не могло бы быть познанно. Третье. Если можно было бы познать что-то либо, то знание это нельзя было бы передать. Софисты старшей группы сыграли большую роль в развитии логики, риторики, ораторского искусства. То есть риторика это ораторское искусство, в кавычках показано. Грамматики. Велико было также их значение в общественной политической жизни Древней Греции. Протогор, политический деятель и идеолог рабовладельческой демократии, не только установил демократический образ правления Фурии, это в Нижней Италии, но и теоретически обосновал демократический образ правления. Софисты старшей группы были просветителями и в своих взглядах на религию. Протогор утверждал, что о богах, тут с маленькой буквы, мы ничего не можем знать. Он был обвинен в безбожие и вынужден был бежать из Афин. Я тут, грубо скажу, допизделся. А его сочинение о богах было публично сожжено как враждебная религия. Религии Продик выступил с натуралистическим объяснением религиозных мифов и, развивая взгляды Анна Ксагора и Демокрита, рассматривал богов как олицетворение сил природы. Софистам младшей группы принадлежали Ликофрон, Вразимах, Фразимах, Полос, Эфтидем, Антифон, Алкидам, Критий, Калик. В учениях младших софистов, о которых сохранилось крайне скудные данные, выделяются их этические и социальные идеи. Так, Ликофрон доказывал, что знатность есть вымесел. Алкидам, что природа никого не создала рабами и что люди рождаются свободными. Своих учеников софисты пытались обучить умению защищать любой тезис, утверждая, что каждому логосу, то есть логос доказательства имеется в виду, можно противопоставить с той же убедительностью другой логос. Диалектика у софистов зачастую применялась субъективно и вела к софистике. Изначально все возникало в позитивном образе. Вот ведическая мудрость, я про веды немножко затронул, она говорит нам о том, что природа всему говорит «да». Вот есть такое выражение «природа всему говорит «да». Вот и софистике она тоже сказала «да». Мы же свободными рождаемся, да? Вроде как, да. Мы же имеем какие-то обязательства от природы рождённые, быть в коллективе, там, естественно, себя продолжать, трудиться на общее благо и так далее. Где-то грань софистики вы определите сами. Стоит ли её применять во благо или вообще её не стоит применять? Вот почему протагор вообще этот выжил? Его же изгнали из афин. Выжил за счёт того, что софизмы хорошо применял и примкнул к олигархии действующей власти. Великий мудрец, мастер и формой умел владеть, ораторским искусством. Пожалуйста. Нашёл применение. И защита олигархии пошла. А в другом случае мы бы не имели тех... Ну, возможно, бы не имели, да? Да, сложно сказать, другие каких-то гениев того периода. Ребятушки, всё в ваших руках, в ваших руках. Сила пролетарской правде. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова